Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Носок». Идет речь о подсчете, вообще самая длинная глава в Тории. Столько там всего написано, и 12 параграф, которые повторяются по несколько... Одинаковые параграфы, которые повторяются. Много есть о чем поговорить. Но каждый год в этой главе мое внимание, честно говоря, не только мое, а гораздо более мудрых людей, чем я, у которых я и учусь и передаю это, стараясь передавать это знание вам, привлекает внимание совершенно другая фраза. Фраза «Благословение Койнов». Именно в нашей главе приводится благословение Койнов, которое, к сожалению, по крайней мере для меня, которое находится в диаспоре, это случается крайне редко, только по большим праздникам. Жители земли Израиля во многих общинах могут получать благословение Койнов каждый день. Но давайте немножко о практике. Если мы будем говорить о больших праздниках, таких как Йом-Кипур, праздник Шавот, который только прошел, Росшана, Пейсах, то в дополнительной молитве, в молитве Мусаб, обычно Койна, которые все на Койни выходят и благословляют народ. И я каждый год, особенно после молитвы Искор, которую мы говорим, поминальную молитву, четыре раза в году, и не только в Йом-Кипур, я, слава богу, добился того, что уже не только в Йом-Кипур приходит к нам в общину достаточно много людей сказать молитву Искор, но я всегда пытаюсь уговорить людей, останьтесь еще на чуть-чуть. Сейчас будет самое главное – благословение Койнов. И говорю чистую правду о том, что наши мудрецы учат, что это благословение на порносу, на благосериальный достаток. Но нет, Искор сказали, помолились мертвым, убежали из синагоги. Но сегодня я хотел ваше внимание обратить на фразу, которая предшествует саму благословению Койнов. Благословение Койнов четко выверено, говорится о благословении, о том, что Всевышний даст нам не только материальный достаток, но еще и поможет нам сохранить этот материальный достаток. Но перед тем, как говорится, это благословение сказано в Торе, вот так будете благословлять еврейский народ. Что значит «так»? Ну, может быть, речь идет о пальчиков. Говорят, что Койновы так умеют пальчики раздвигать, но не так вот так я не умею, поэтому, скорее всего, я не Коин. По крайней мере, не знаю за собой такого. Но объясняет Шимшен Фольгирш, величайший немецкий раввин XIX века, о том, что это слово «ко» – «вот так» – говорит нам о том, что еврейский народ сейчас с помощью этого благословения создает совершенно новую культуру отношений со Всевышним. Потому что нужно посмотреть на исторический фон. Еврейский народ выходит из Египта, уходит от культуры амулетов, примет, заговоров, наговоров, проклятий и так далее, и создает новую совершенно культуру взаимоотношений с Богом, интеллектуальную, осознанную, аналитическую. Так и продумано все благословение, что оно дает и благословение, и форму, и содержание, и охрану. И, к сожалению, мы не так далеко ушли из этого Египта, потому что по сегодняшний день еще до большого количества евреев предпочитают ходить к гадалкам, заклинателям, носят какие-то бизнес-соглашения на освещение ясновидящим. Ну, если уже совсем ортодоксальные, то любят всяких ясновидящих раввинов, знаки зодиака, красную ниточку, ну или синенький глазик в машину на худой конец. Говорит нам Тора, вот так работает благословение. Все очень просто. Вы получили заповеди на горе Синай, ведите еврейский образ жизни в соответствии с этими заповедями, создаете форму, а благословение? Просто не убегайте из синагоги после молитвы Искор. Останьтесь, вам все дадут. Именно вот так дается благословение, а не по-другому. Поэтому, дамы и господа, подождите, не уходите после Искора из синагоги, послушайте благословение, примите вот так, как Тора хочет нам дать благословение на материальный достаток. Успехов! До встречи! Пока! Момент мудрости Сколель Тора Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.